Акт Магнитского, подписанный президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой, привел в ярость Кремль и депутатов нашей Госдумки. В ответ на этот акт Государственная Дума Российской Федерации решила не отказываться от собственных американских виз. Они решили шантажировать американцев нашими детьми с сиротами. Отныне детей сирот нельзя будет усыновлять гражданам Соединенных Штатов Америки. Журналисты «Новой газеты» принесли подписи граждан, не согласных с законом Димы Яковлева. За какое время вам удалось собрать эти подписи? Ну, чуть больше двух суток. И сколько здесь подписей? Ну, когда мы почистили троллей, то получилось 100 тысяч 200 с лишним. Скажите, пожалуйста, вы надеетесь, что действительно эти подписи помогут депутатам изменить свое решение? Ну, вы знаете, по крайней мере, это знак общественного мнения, который должны учесть, конечно, и депутаты, и сенаторы, которые будут дальше принимать это решение. Мы не знаем, как они могут к этому делу приколупаться, потому что верификация, конечно, никак заказательным образом не определена. Но, тем не менее, люди реально проголосовали, и их мнение нельзя выкинуть в корзину. Россияне усыновляют сирот неохотно. Жизнь дорога и для тех, кто уже имеет собственных детей, и даже для бездетных. В этом контексте усыновление российских сирот иностранцами давало хоть какую-то надежду, особенно детям-инвалидам. Ведь именно их в основном и усыновляли граждане США, после чего брошенные детки получали возможность обрести не только родителей, но и качественное лечение за границей. Но взбесившийся Кремль натравил на них свору озлобленных госдумских самозванцев, которые, приставив к детским головам свой убийственный закон, принялись шантажировать Америку. Ах, вы не хотите пускать нас в Штаты? Тогда не видать вам наших детей. Хотя, по большому счету, плевать им на все, кроме собственного бабла, которому молится вся путинская кодла. Просто нет сил оставаться дома и никак не реагировать на это. Это беспредел и такое безобразие, что, мне кажется, камень бы двинулся с места, но похоже, что как-то в нашем обществе нет такого ощущения. А вы считаете этот закон действительно асимметричным ответом на акт Магнитского? Да это просто бред какой-то. Ответом на акт Магнитского могло бы быть судебное разбирательство и доказательство невиновности обозначенных лиц. Вот это был бы ответ. Например. Или виновности. Меня привело в отчаяние позавчерашнее голосование в Думе по поправке Лаховой. В отчаяние просто. А как вы считаете, поможет то, что вы сейчас стоите и мерзнете, изменить решение депутатам? Нет, я не обольщаюсь. Но не стоять тут и не мерзнуть тоже не могу. Акт Магнитского можно было бы предотвратить. Проведя расследование, честно. Прекрасно вы понимаете. Так как этого не было сделано, сейчас они вынуждены заниматься мерзкими, отвратительными вещами. Принимают этот антимагнитский закон. Фактически делают детей заложниками своей политики. Да и политикой невозможно назвать. А вам могут возразить, вы сами-то готовы усыновить ребенка? Ребят, ну надо хотя бы не мешать другим, вы понимаете. Все-таки это их судьба. Сам не готов, у меня двое, извините. Это не так просто воспитывать в Москве двоих. У меня не очень большая зарплата. Их хотя бы поднять двоих. Я считаю этот закон просто людоедским. Все комментарии по этому закону излишни. Потому что он говорит сам за себя. Такой степени низости, подлости, бесчеловечности даже трудно себе представить. Я считаю, что никакой ответ на акт Магнитского не было бы адекватным, кроме глубоких извинений родственникам Магнитского и клятвенным обещаниям, что такого больше никогда не повторится. А при чем тут дети вообще? Дети здесь абсолютно ни при чем. Так же точно, как кто угодно здесь абсолютно ни при чем, кроме непосредственных виновников этого преступления и жертв этого преступления. Я буквально вчера был в одном детском доме с двумя директорами детских домов. Мы созванивались. Они говорят о том, что права иностранных граждан нужно расширить. Потому что наши люди, русские, приходят к ним и просят в такой требовательной форме, чтобы ребенок был здоров, чтобы он учился на 4 и 5. Есть случаи, когда детей возвращают из семей, когда их берут на усыновление, потом возвращают в тот же детский дом. Это колоссальная травма для ребенка. Иностранцы, понимая, что у них это единственный, наверное, шанс относятся к ребенку по-человечески, они приезжают на смотрины, очень доброжелательные практически все. И дети, особенно, кто остается в детском доме, потом переписывается со своими сверстниками за рубежом, видят, как они живут. Те из Америки, из других стран, присылают им подарки и видят счастливые лица семей, сами хотят тоже быть усыновлены. Это, ну, руководители детских домов просят о том, чтобы права иностранцев были расширены. Депутаты требуют обратно. Это нонсенс. Николай, вы будете голосовать за этот закон? Буду за голосом. Я к вам не доверил. Наверное, американским законодателям есть смысл расширить список Магнитского за счет имен тех депутатов, которые проголосуют за этот людоедский закон в России, а также за счет членов семей этих депутатов. Потому что если типа народные избранники не держат ответ перед обществом, то пусть отвечают на неудобные вопросы членов собственных семей. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.